Ребята, всем привет и добро позвать ко мне на канал. В сегодняшнем видео у нас снова будет рум-тур нашей новой квартиры в Бангкоке. И что нас встречает вначале, это коридор. Коридор, притекающий в гостиную и в кухню. О коридоре рассказать особенно нечего. Здесь есть большой шкаф, гладильная доска, тряпки для холода. Это, кстати, очень удобно и я редко где-то встречала. Есть туалетная бумага и всякие принадлежности. Здесь внизу обувнички. И на самом деле это все, все, что есть в коридоре. Перетекаем в кухню. В кухне нас встречает холодильник. Я по-моему вообще в каждой квартире в Таиланде стоит такой холодильник. Именно такой фирмы, именно в таком цвете. Здесь морозильная камера и сам холодильник, в котором есть немножко еды. Дальше это кухня. На самом деле мне очень нравится здесь кухня, потому что здесь очень много места для хранения. Очень удобные дикие шкафы. Также здесь есть раковина и очень много места для того, чтобы готовить здесь или здесь, если это переставить. Также здесь есть рисоварка. Это тоже встретишь не в каждой квартире. Чайник, опять же шкафы, в которых хранятся всякие ништяки. Например, поднос, чтобы делать завтраки в постель. Есть вытяжка со светом. Это есть всегда. Под плитой у нас выдвигаются всевозможные кастрюльки и даже вок. Рядом тоже хранятся вилки, ложки и все такое прочее. И, наверное, самое крутое, что есть в этой кухне, это вот такие барные стойки, с которыми еще стоят барные стулья. На самом деле это придает такой шарм от кухни и хочется снимать здесь кукинги. Надеюсь, что кукинги будут. Кровановка, тостер, опять же, очень много места для хранения. Но на самом деле здесь очень прикольно сидеть, учиться корейскому здесь, а здесь кушать корейскую еду. И с кухней тоже мы закончили. Перетекаем в гостиную. В гостиной есть такой шкаф, очень похож на икеевский, но это, скорее всего, не икеет. Тоже здесь стоят всякие детали интерьера, как в любой квартире, которую мы снимали, тоже можно это встретить. Здесь я уже разложила какие-то свои штучки. Есть книжки интересные про китайские пионы. Есть телевизор. Опять же, здесь тоже очень много места для хранения. Непонятно, что здесь хранить мы будем за эти 10 дней, пока здесь живем. Тут тоже шкаф. Всякие детали, детали, детали. Окна. Окна это вообще отдельная тема, потому что выходят они, в принципе, на довольно-таки красивый вид. Это поле, на котором иногда играют футбол и можно насладиться игрой. Видно на дорогу. И вечером здесь ночью очень красиво мигают фонари, высокие здания. Чтобы наслаждаться этим видом, можно усесться на сафу. Которые выполняют роль и кровати, и дивана. И здесь тоже есть место для хранения в виде таких шкафов выдвижных. Здесь что-то уже хранится. Но очень мягкое, и можно смотреть и телевизор, и вид из окна. Очень удобное. Мне очень здесь комфортно и нравится. За нашими чемоданами есть также темная комната, чулан. Не знаю, кто как это называет. Вот там прям-таки выход на улицу. Довольно-таки слышим мое место. Дверь немножко спасает, но все равно. Вчера у нас была дискотека здесь. Мне кажется, что большая часть музыки этой была именно оттуда. Кстати, я только сегодня утром обратила внимание на картину. Очень красивая картина. Также посмотрите, какой футуристичный здесь абажур. Вот это, так сказать, первая часть этой квартиры. А, кстати, вот эта штука, это ионный... Ионизатор. Ионизатор. Тоже ложный себе болтый. Я уже два раза включала. Я, на самом деле, помешана на увлажнителе воздуха. Очень бы хотела себе домой, чтобы у меня был. И поэтому здесь я его включаю периодически. Уже на протяжении того времени, которое мы здесь были. Также здесь есть тоже такой шкафчик, на котором стоят всякие штучки. Интересный. И здесь очень много ароматизаторов для воздуха. И все так необычно пахнет. Интересно. Кстати, если вы заметили, все выполнено в светлых цветах. Это очень стильно смотрится. И переходим в спальню. В спальне, на первое, что обращаешь внимание, это, наверное, кровать и вот этот балкон. Здесь также есть шкаф-купе. Нужно сюда приезжать с большим количеством вещей. Если у вас много вещей, то это квартира именно для вас. Куча полок. Что в одной стороне, что в другой. Это, наверное, сушилка для белья. Здесь у меня хранится сумка. Кровать. Кровать какая-то твердая. Но спать на ней довольно-таки комфортно. Также есть вот такая штуковина в виде дамского столика. Женский столик, парфюмный столик, косметический столик. Я не помню, как это называется. Здесь выдвигается вот такая штучка, на которую можно сесть. Если отодвинуть хорошо. И здесь красится. Также здесь включается свет. Его не включается. Можно разложиться и делать крутые макияжи. Тоже очень много полок для вашей многочисленной косметики. И балкон. Очень маленький балкон, но на который есть возможность выйти. У нас встречает эстатека. И балкон, на котором тоже есть возможность постоять, покайфовать видом, послушать замечательную музыку с соседней дискотеки. Ну, очень маленький, но очень уютный. Ну и завершающим этапом нашего холла, квартиры будет ванная комната. Ванная комната, выход и вход, из которой есть, с двух сторон. Вы можете выйти отсюда из спальни. Ой, а там тоже есть? Выйти из спальни. Или можете... Или можете выйти из гостиной. Не очень удобно. Очень много дверей. Они постоянно соприкасаются. И нужно одну дверь точно закрывать. Ну, здесь ничего необычного. Не такая светлая ванная, как хотелось бы. Есть умывальник. Есть умывальник. Белый друг. Ванная кабина, в которой не очень хороший напор. Но нагреватель воды есть. И на самом деле самое главное. Маленькая, комфортная ванная комната. Ну, и на этом мы заканчиваем экскурсию по нашей новой квартире, в которой мы остановились в Бангкоке. Надеюсь, вам было интересно это видео. Если так, то ставьте большие пальцы вверх. Не забывайте подписываться на мой канал и на мой инстаграм. Ссылка на который будет в описании к этому видео. Обнимаю вас, ваша Настя. И увидимся в следующем видео. Пока!